доброе утро добрый день мои дорогие зрители сегодня последнее видео в этом году сегодня 31 декабря я надеюсь что я успею смонтировать и выложить это видео в день когда я планировала 31 декабря хочу поделиться с вами своими предположениями и примерками новогодних нарядов которые я собираюсь надеть на новый год вернее из которых я собираюсь выбрать себе аутфит на новый год я понимаю что вы наверное уже все себе подобрали этот наряд я тоже как бы снимаю это видео за несколько дней до 31 декабря и что-то выберу из того что я вам сейчас покажу но может быть вам будет забавно весело интересно и может быть даст вам какие-то идеи которые вы еще не не придумали или то что вы еще вот думаете у вас еще нету точного наряда я снимаюсь на фоне своих елок украшений все хотя в принципе в канаде все это выставляют на рождество на крисмас католические а очень часто вот эти елки уже к новому году их уже выбрасывают они уже на улице где-то лежат ждут чтобы их собрали своего часа но у нас конечно же мы все оставляем до нового года и настолько насколько это возможно даже до старого нового года если получается вот и я надеюсь что вот этот вот антураж с лампочками с елками как-то вот поднимет вам настроение придаст вам новогоднего настроения если вас она еще как бы не сформировалась то вот мы будем его последнюю минуту формировать это новогоднее настроение значит короткое предисловие поскольку все что происходит у нас в мире и в частности в канаде порушила все наши новогодние планы а были у нас планы пойти куда-то в очень шумное громкое яркое место там повеселиться выпить поесть потанцевать с большой толпой людей все это отменилось к сожалению и встречаем новый год в гостях и друзей которые нас пригласили очень кстати вот и поэтому наряд то что я планировала надеть это что я в общем-то буду надевать немножко у меня поменялось потому что это совершенно другая другое место другая ситуация это будет дома это будет довольно теплая компания друзей нас будет не так много и поэтому одеться нужно как бы так красиво празднично ярко но в то же время удобно и немножко по-домашнему вот давайте я вам начну показывать из тех кто то что я как бы предполагаю надеть на себя несколько вариантов и вы мне набежите что вам больше всего раз и чтобы вы предпочли надевать надеть на новый год итак первый наряд уже на мне это очень удобный наряд потому что несмотря на то что все сверкает и блестит это все очень мягкая трикотажная такое можно сказать полу пижамы полу ночная рубашка а я задеваю свою елку девочки это так не кстати я не планировала что у меня пойдет съемка вместе с этим спаданием игрушек значит у меня есть такая юбка несмотря на то что она вся очень блестит она сделана из трикотажа это юбка трикотажная я сейчас может быть подойду вам поближе поднимусь на цыпочки чтобы вам было виднее это юбка трикотажная черная с нашитыми на нее вот так вот по всей длине пайетками несмотря на то что выглядит она очень нарядный и блестящийся она очень удобная мягкая трикотажная вязаная юбка в которой в принципе очень удобно будет всю ночь провести за столом разговорах в еде полусонном таком знаете состоянии в общем такого домашнего нового года сверху я надела трикотажный же тоже немножко с блеском серебряный свитер и в качестве украшения у меня две нитки бус одна вот такая вот черная черные такие знаете блестящие бусы из блестящих блестящих камушков и еще одна нитка просто серебряная тоже с какими-то блестящими камушками цветными ничего такого супер блестящего ничего такого супер супер пупер нарядного но тем не менее в общем более или менее значит сейчас я вам покажу издали вместе с собой хочу заметить не помню рассказывал вам или нет в канаде дома когда вы приходите в гости вы снимаете обувь это как бы такая традиция она существует у канадцев и у тех кто приехал в канаду пошла она с тех пор как люди ходили пешком или там ездили на автобусах или телегах повозка я не знаю но когда вы приходите кому-то домой зимой и как правило зима у нас длинная на улице холодно снег или не очень холодно и слякоть грязь и вы собой на своей обуви на своих сапогах приносите какую-то кучу грязи снега мокрого который потом тает в общем разносится по всему дому для этого придумали то что обувь надо снимать приходя в канадский дом ну как бы во первых у нас еще бывает лето иногда когда нету снега и грязи а во вторых ну в общем-то люди в основном как бы здесь перемещаются на машинах и когда кто-то кому-то приходит в гости то мы приходим прямо вот паркуем машину возле самого дома выходим проходим четыре шага до входа в дом как правило заходим в дом за это время и мы не успеваем испачкать свою обувь но тем не менее традиция снимать обувь при входе осталось мы приносим с собой свои тапочки до мужчины в костюмах и в тапочках женщины в красивые вот такой вот одежде и в тапочках а еще один момент я конечно могу принести с собой туфли на каблуке но у нас у всех деревянные полы паркетные деревянные полы которые очень портятся каблуками и если вы уважаете людей которым вы приходите в гости то вы свои каблуки конечно не приносите им и не ходите у них по дому в каблуках потому что вы им испортите весь пол единственное что можно принести какие-то балетки с собой или какие-то там туфли на очень маленьком плоском каблучке таком мягеньком знаете чтобы не поцарапать не дай бог не чей пол потому что это у нас вообще святотатство прийти поцарапать чужие полы все за 7 я перехожу к примеркам и просто хочу сказать что вот обувь которой я буду я в ней не буду я показываю только для для примера и для красоты видео показывать себя в полный рост я везде натыкаюсь здесь на елку здесь на лампочке у меня столько декораций что мне уже места не осталось вот так вот выглядит эта юбка у нее нормальная такая длина ниже колена она выглядит очень нарядно при этом она очень удобная очень мягкая вот такой вот у меня трикотажный тоже блестящий серебряный свитерок который тоже очень удобный такой он не узкий ничего не облегает все так свободненько и вот такие вот я надела босоножки я ношу босоножки с черными колготами девочки если это вопрос то у меня он не стоит я в принципе совершенно нормально и по-моему сейчас уже это совершенно нормально носить босоножки вот черные нарядные например с черными прозрачными колготами по моему это уже как бы даже не вопрос но опять же повторюсь к сожалению выписывать в этих босоножках в гостях мне не придется а скорее всего я возьму какие-нибудь валерки или мягкие удобные туфли которые которые в которых я не попорчу хозяйские полу следующий образ он где-то похож вот у меня несколько из таких свитерков с люрексом как это когда-то назывался по моему называется до сих пор тот был серебряный этот золотой он тоже такой немножко такой прозрачный просвечивающийся поэтому я одела под низ черный топик он довольно длинный поэтому я такого немножко подзаправила и вниз я надела мне такая вот юбка есть таким черный с золотым таким немножко металлизированным каким-то полоской такой и она плесированная длинная я сейчас отойду подальше покажу в качестве украшения я надела вот этот вот винтажный у меня из секонда чокер такой золотой и в общем то вот так вот это выглядит сейчас я покажу с туфлями которые опять же повторюсь я их сниму но я их не надену для полноты так сказать образа так этот образ выглядит целиком в полный рост юбка давно не надевалась мной я очень надеюсь что так вот я в нее влезла в принципе но она тоже такая знаете она такая трикотажная мягкая из такой ткани тянуть тягучий и такой со стретчем и поэтому я все-таки надеюсь что после салата оливье под шубой наполеона и вот всего вот этого вот я смогу в ней высидеть она не треснет на мне потому что я ну так она плотненько на мне села если честно пояси вот здесь вот в талии но она так немножко тянется поэтому я надеюсь что все-таки в крайнем случае я немножко его подрастегну сзади там замок а тут в принципе вот здесь вот она широкая то есть вот тут вот как бы не должно ничего не должно нам помешать и туфли у меня я по-моему их уже показывала это бренд Иванка Трап который по-моему почил бозик к сожалению к величайшему затравили девушку что называется она по-моему прикрыла свою компанию туфли супер удобные и много-много лет я по-моему про них уже рассказывала где-то в этих туфлях можно танцевать ночь напролет несмотря на то что у них в общем-то каблук они на каблуке я не знаю видно или нет но они потрясающего удобства и в общем-то как бы я их всегда называю куда-то куда мне нужно вот целый день или в общем довольно долго простоять на ногах при этом я хочу быть как будто бы немножко на каблуке а они совсем вот на какой-то плоской подошве и выглядят они в принципе они замширы с такой золотой золотой такой полосочкой очень сдержанно очень нарядно никогда не выходят из моды повторюсь им лет десять если не больше и с удовольствием их ношу и я надеюсь что проношу еще очень долго потому что несмотря на такой возраст ничего не случилось и они в принципе нормально совершенно выглядят и до сих пор радует меня и при любом нужном таком случае у меня всегда есть вот такие вот нарядные туфли в которых очень можно долго находиться на ногах при этом на каблуке следующий образ я тут прям решила сыграть цыганскую королеву вряд ли я так оденусь если честно у меня просто были была такая мысль но когда я вот это все примерила я подумала что это не совсем для дома такой вариант подходящий для празднования нового года в гостях у друзей а больше наверное подошло бы вот к нашему первому варианту нашим планом когда мы планировали пойти куда-то в поле такое шумное яркое веселое место дело в том что вот это вот как-то слишком все облегает большой вырез здесь вот юбка такая у меня довольно высокие разрезы в общем как-то так не совсем камильфо не совсем вернее удобно сидеть за столом и лопать салат оливье в таком виде но решил вам показать потому что приготовила и подумала что это один из вариантов но когда надела то поняла что вряд ли как бы он подойдет мне для того мероприятия которые 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 мы собираемся посетить но тем не менее в качестве украшения надела вот такой вот прямо прямо пиковая дама прям такое знаете очень яркое золото с черным сердца в общем но опять же повторюсь как бы для встречи нового года в кругу друзей это не совсем не совсем тот вариант который стоит надевать и вот такие вот туфли туфли собственно те же самые я оставила потому что ну чего в принципе и подходит сюда и вполне нормально юбка у меня такая старая очень юбка из зары в пайетках с вышивкой потрясающей красоты с бахромой еще внизу я еще очень долго хотела ее отрезать эту бахрому ну сначала когда я купила я подумала что-то слишком слишком и вышивка и пайетки и бахрома но потом оставила бахрому подумавши что ну такая юбка это все как бы в ней собрано все что вообще можно собрать и в этом ее так сказать красота и в этом ее пойм потому что и бахрома и пайетки и вышивка да 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 вот вот такой вот наряд еще один который в принципе ну так не не совсем то что я собираюсь надеть но тем не менее вот показываю еще один образ это тоже юбка с кофтой очень похож на тот предыдущий черный с золотом была у меня юбка тоже похоже на немножко другой здесь у меня юбка в принципе вот анималистичного принта но с таким черно блестящие знаете тоже немножко таким люрексом и такой вот с люрексом свитерок сверху очень очень простой очень скромный опять же очень удобно потому что юбка это на резинке такая широкая свитер тоже такой знаете свободненький нигде не сковывает движений особенно не сковывает движение в районе желудочка чтобы нам было удобненько сидеть и кушать и в качестве украшения значит я надену вот у меня есть такие новые клипсы я кстати тоже из секунда недавно и мое приобретение посмотрите какая прелесть это эйфелева башня прямо можно сказать натуральную величину в абсолютной копии эйфелевой башни я их купила в секунде и даже нашла на каком-то веб-сайте с каких-то украшений из секунда что это что-то такое не просто тяп себе ляпа какое-то довольно редкое украшение довольно винтажное вот так вот они выглядят на ухе потрясающе симпатично по моему цвет металла очень подходит вот под этот такой зеленый черноват медный такой цвет свитера и вот так вот это выглядит все вместе опять же я оставила на мне те же туфли потому что они на удивление опять же подходят к этому наряду вообще эти туфли вообще на удивление подходят абсолютно ко всему единственное что если вы надеваете что-то серебряное тогда они не очень а так в принципе вот эти вот черный бархат с золотой такой полоской это в принципе вообще идеально идеально подходит ко всему и вот такой вот наряд юбка под тигра под льва под тигра под какое-то животное легенький такой свитерочек тоненький с люрексом опять же и вот такая вот новогодняя новогодний такой наряд платье ну конечно же платье как же я без платья тоже не новое совершенно кстати ничего не покупала в этом году к новому году потому что у меня полно одежды есть что надеть и еще на этот год и на следующий вот вы видите я вам показываю эти наряды которые я как бы это который я собрала для празднования нового года дома а если мы куда-то пошли в такое место более такой фэнси у меня там другой набор был помимо во всяком случае то есть вы понимаете что мне ничего не надо к новому году покупать все из моего шкафа и еще одно платье тоже значит оно тоже такой с люрексом черное черно-бордовое в общем может не видно но этот люрекс он такой бордового цвета очень скромненькое такое закрытое платье просто вот не немножко короткое спереди заде подлиннее внизу вот здесь у него валан пришит такой что добавляет ему некоторого такого элегантности ну и все видите также свободно просторно супер-пупер ешь не хочу и вот я надела в качестве украшения вот такой у меня есть кулон он очень звенит кстати с куча всяких веселек бомбешек в общем такой знаете веселенький жизнерадостный тут все цвета всякие камушки в общем все что угодно золотой держу его чтобы не звенеть и снимаюсь полный рост платье не очень короткая в меру такой короткая и опять же оставил эти туфли вот такой вот простой простой наряд скромный но в то же время вот блестящий она немножко с люрексом я кстати на работу надевала так что и на выход надевала в общем на все случаи жизни потому что она в общем-то все такое закрытое все но при этом он будет как-то так блестит во блестке что в принципе добавляет ему некоторые нарядности еще одно платье очень веселое такое знаете на воле в помпасы но при этом оно довольно теплое это знаете оно только вязаное трикотажное то есть оно в общем-то видите как тут попугай пальмы вот это все блестки пайетки но оно довольно такое ну как бы зимнее я бы сказала потому что вот оно из такого из трикотажа такого довольно теплого в качестве украшения но тут вы понимаете ничего не надо значит у меня есть вот такие вот серьги очень соответствующие тому что происходит на этом платье прямо такая знаете кубинская кубинская ламамба такая и принципе все больше здесь ничего не нужно так после минут 15 сражение с этой серьгой я все-таки победила вот так вот она я не знаю вам видно или нет она вот так вот вот такая вот штука в ухе висит и очень соответствует вот это вот всей вот этой вот веселухе которая происходит на платье если вы не поняли еще то что это все здесь блестит и переливается и к нему к этому платью оно довольно короткое я надела высокие сапоги платфорты на небольшом совсем каблучке ну опять же не для просто для для картинки для аутфитов платье такой чуть-чуть коротковатое чуть-чуть но в принципе вполне такой нормальной длины и тоже вот такое вот широкое свободное очень такое нигде не приталенное трикотажное тянется сел встал не мнется ничего все хорошо все прекрасно и в то же время веселенькая нарядненькая можно и в танцы и и в гости и вообще куда угодно вот на работу только я его не носила вот это единственное платье которое я не надевала на работу потому что все-таки для работы она немножко такое ну как бы такое вы понимаете но вот для встречи нового года в гостях у друзей дома самый раз самый раз кстати я не знаю чем надо встречать в этом году новый год вот тигра правильно то есть вот у меня была там одна юбка под тигра вот она наверное самая подходящая но я если честно не заморачиваюсь вообще на эту тему я всегда надеваю то что то что надевается там уже как пойдет следующий мой образ прям такой богемно-будуарный можно сказать пижамный свитер и вот такой вот с такими вот рукавами с перьями я по-моему вам показывала много раз где-то в каких-то видео я уже в нем снималась такой знаете очень-очень-очень такой богем на фэнси такой свитерок но надел я его с атласными такими брюками шелковыми атласными вернее практически пижамными которые тоже здесь на резинке на завязочке то есть ничего нас не будет сковывать наше движение и но как бы поскольку все-таки все-таки новый год и все праздник то я добавила свою змею если вы смотрите меня то вы помните это было украшение которое я привезла из секунда я когда была в штатах я там его нашла в одном из винтажных магазинов и это действительно одна из самых моих ценных и таких в общем серьезных находок секунде потому что это действительно очень какая-то такая очень редкая дорогая и винтажная вещь его можно носить как пояс можно носить как ожерелье вот я его надела как ожерелье и вот она придала такой совсем богемности богемности к этому образу и вот к этим вот пёшком и все это вместе вот выглядит вот так вот я даже обувь не стала надевать девочки потому что я решил что все равно у меня тут не будет никаких туфлей а это в общем практически пижамные брюки поэтому никакие туфли на каблуке с ними надо было надеть тапочки но я уже не стал уж так уж буду так вот такой вот вот такой вот образ будуарно богемный все дорогие мои девочки приснула я себе немножко игристого чтобы поздравить вас и попрощаться так сказать на сегодня и на этом году поздравить с наступающим новым годом надеюсь вам понравилось мое видео надеюсь что вы все уже готовы к новому году надеюсь что у вас уже есть планы заготовленные шампанское в холодильнике оливье мастрогана и все как бы идет по плану и все идет как надо и надеюсь что следующий год у нас тоже будет такой какой мы уже хотим и ожидаем от нового года то на что мы надеялись в этом году наконец-то сбудется в следующем году я вам желаю конечно же здоровье самое главное здоровье удачи успехов всего 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 самого наилучшего всего того что вы хотите чтобы случилось у вас в следующем году всех свершений всех достижений всех успехов много путешествий много новых нарядов новых обновок прекрасных примерок и замечательных, прекрасных видео на YouTube. Cheers! С Новым Годом!